В Алмазной столице, на первый взгляд, такой проблемы, как жестокое обращение с животными, нет. И тем не менее, в ночь с 29 на 30 июля на даче, где организован временный приют, произошло жестокое убийство и избиение животных. От рук неизвестных скончалась одна собака, две другие были серьезно ранены. Писали заявление в полицию, приехала следственная группа, все записали, все зафиксировали. Пока тишина. Данный материал был отказом в первом статье 24 Уголовно-профессионального кодекса, в связи с событием отказа преступления. Волонтеры не собираются отступать в деле с расправой над беззащитными собаками. Они обратились за помощью в Общество защиты животных города Якутска и Москвы. Мы не остановимся на достигнутом, мы доведем это дело до конца. Хотелось бы, чтобы справедливость восторжествовала все-таки. Случаи насилия в отношении животных продолжаются, и не только со стороны взрослого населения. Дети и подростки копируют поведение живодеров. Влияние оказывают и случаи, участившиеся в центральных городах России. Совсем недавно всю страну шокировала расправа школьниц над котенком. Девочки в прямом эфире в Инстаграм забили до смерти беззащитное существо. Особо страшно, когда этим занимаются дети. Я думаю, что ответственность все-таки на родителях лежит за это, за воспитание. Но чему может научиться ребенок, если взрослые поступают подобным образом? Что заставляет детей и подростков жестоко относиться к животным? С таким вопросом мы обратились к психологу революционного центра доверия. В любом случае, если происходят такие факты, такие ситуации, это все свидетельствует о неблагополучии ребенка. Современные дети, пожалуй, чаще, чем прежде, проявляют жестокость и агрессию. И это обусловлено различными факторами. Ну, безусловно, нельзя отрицать факторы среды, такие как повышившийся уровень агрессивности в обществе вообще. Все начинается с малого, так гласит старинная пословица. Это относится и к жестокости. Мировая статистика говорит, что 85% преступников против личности в детстве издевались над животными. Поэтому психологи утверждают, только своей заботой и любовью к братьям нашим меньшим можно показать подрастающему поколению иной пример. И тем самым предотвратить страшные последствия. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».